я всех вас приветствую мои дорогие друзья и зрители вот и настал момент переместиться мне в другое измерение для этого мне пришлось сесть на машину и проехать различные города россии в восточном направлении все сюрпризы которые меня ожидали в этом путешествии вы сможете увидеть своими глазами конечно мне приходилось жить совершенно в различных местах но главная наша задача это узнать как можно больше правды об окружающей нас реальности для начала я смог просто покорить два российских города это тамбов и пензу и вот все эти мельчайшие подробности а также факты которые мне удалось запечатлеть вы сможете увидеть в этом видеоролике и поверьте там много неожиданности и нестыковок конечно же мы коснемся нашего неба где вы сможете увидеть химтрейлы такими какими они являются на самом деле мы изучим различные вышки закопанные здание и еще непонятные розовые свечения в общем будет много чего интересного а мы с вами начинаем итак друзья ну что вам могу сказать покидаем мы с вами город тамбов и движемся на урал наша задача скажем подъехать или посмотреть как обстоят дела но уже на востоке россии или ближе к востоку пока что выезжаю вот именно из тамбова и дальше будут у нас следующие города различные там пенза что-то еще посмотрим может быть где-то остановимся но отсюда мы должны с вами удалиться чтобы понять что происходит во все но как бы другой части россии вы сами понимаете чтобы понять вот эту истину или процессы происходящие вокруг нас нужно двигаться и шевелиться поэтому нашему городу тамбов мы говорим до свидания и опускаемся в дальние края наша с вами задача будет посмотреть все с помощью приборов изучить то есть мы проверим наше электромагнитное поле который в каких-то определенных зонах также изучим и все допустим вот такие здания которые у нас относятся к закопанным домам посмотрим где прямо первые этажи цокольные будут находиться глубоко под землей также поснимаем луну если нам удастся и позволит вот небо с облаками ну конечно если погода будет сопутствующие а кто-нибудь замечал из вас что почти в каждом городе есть вот такой магазин линии ну наверняка кто-то путешествует смотрит все такие но центральные даже небольшие города имеют в своем скажем распоряжение вот эти огромные гипермаркеты но мне они особо не нравятся я пользуюсь пятерочками или магнитами как вы относитесь к линии и кстати там достаточно дорогие цены ходите вы когда-нибудь туда или нет интересный вопрос хочется услышать ваше мнение если кто-нибудь посещал допустим город тамбов много лет назад и жил здесь возможно и живет то прекрасно знаю что центр города почти что не изменился и выглядит так же особенно вот эти старые исторические дома слева части города ну а вправо уже видны новые торговые центры вообще это город тамбов берет свое начало с очень древней истории и кстати здесь в тамбую достаточно много тоже вот закупанных в здании даже вот этот вот домик или магазинчик небольшой видно там сам внизу небольшой подвальчик и окошко это как раз и выходит из старых зданий есть тамбове три очень красивых таких исторических храма если вы заезжаете например с трассы с пензы такая дорожка только вот с дорогами здесь явно не везет чтобы узнать все разбито вот это короче огромный минус кто катался по тамбовским дорогам тот меня поймет дороги просто ужасные не знаю почему не следит местная администрация за дорогами тамбова но я бы рекомендовал вам чтобы ваши как бы граждане жители но вообще все простые люди мы катались по нормальным дорогам они по этим ухабом а потому что центр города особенно где мост там вот это железнодорожный перее как бы переезд там вообще все разбито и раздолбанно сегодня кстати день когда во всей россии происходит последний звонок и школьники заканчивают школу какие-то класс по 9 5 10 11 но в общем где это на самом деле достаточно хороший все-таки хочется мне показать красоту вот этих вот тамбовских храмов вы можете тоже оценить например вот этот вот видите выкрашен такой даже немножко розовый цвет но я мы ужасные это даже не храм это монастырь и стены вот такие белоснежные еще вы знаете вот ну наверное летом но как я предполагаю 200 это точно нужно будет потом обойти бы весь этот монастырь храм со всех сторон чтобы посмотреть все его вот исторические достопримечательности хочу показать вам как выглядит дорога или российская трасса между городами вот знаете россия такая нескончаемая и как говорится в россии просторы просто гигантские если бы ехать где-то в европе то можно сказать проехал там пол километра или километр какая-нибудь деревенька может быть какие-нибудь там города небольшие здесь же все по-другому в россии и постоянно можно ехать ехать по скажем нескончаемый такой веренице где вокруг или сбоку будут леса деревья и впереди вот эта дорога наша с вами жизнь продолжается теперь в городе пенза и мы изучим множество его подробностей скажем и достопримечательностей особенно исторических фактов которые здесь есть я как бы сам знаю неоднократно был в пензе и хочу вам показать те самые закопанные дома здания которые не просто так оказались под землей в общем ждет нас много чего интересного так сейчас покажу вам такую но уже современную достопримечательность пензы это кино концертный зал пензы чтобы вы знали достаточно такое современное здание про мне нравится знаете вот на фоне исторических каких-то иногда старых и даже немножко разваленных зданий все-таки это смотрится достаточно солидно вообще сегодня праздник рядышком расположена пензенская областная филармония чтобы понимали и видите здесь множество людей готовится такая площадка музыкально будут выступать различные группы возможно мы сегодня понаблюдаем вот мы сейчас посмотрим весь этот такой небольшой концерт называется ну или подготовку джаз май называется три дня он идет в городе пенза ежегодный фестиваль чтобы понимали и все вот таким образом выглядит ну опять же эта музыка на любителя в любом случае просто прогуляться по пензе тоже скажем хорошее удовольствие сегодня у нас такой позитивный ролик который просто рассказывает о моем маленькой путешествие и о том где мы с вами окажемся конечно не останется незамеченных и таких важных мест скажем как разнообразное открытие мы будем познавать этот мир еще больше вот такие вот интересные защиты раскрашенные черно-белые четко написано джаз мэй пенза этот самый фестиваль так эдлайнер и все расписание музыкальный когда что происходит по дням вот это я даже не зал 21 мая 22 мая и 23 мая очень много каких-то различных таких аттракциончиков для детей я смотрю ну может быть не только для детей для взрослых игры тут проволочка с чем-то еще культурные практики вон на барабанах учат наверное играть детишек при взрослых кто хочет может брать палочки играть и к пенза как нужно выкидывать пакетики куда какой мусор он юные музыканты долго по барабанам а это даже не барабаны простые ведра я думаю это барабаны это просто ведра вот еще различные такие игрушечки музыкальные ну красота в общем пенза живет своей жизнью ну и мы с вами живем в пензе поэтому всем передаю огромный привет наше путешествие продолжается вся россия у нас все будет впереди все самое только интересное но могу сказать по поводу различных торговых центров то здесь все абсолютно то же самое как и везде то есть каждый город повторяет сам себя знаете что хочется немножко индивидуальности чтобы какой-то товар был более такой необычный чем во всех местах поэтому нужно что-то искать итак а самый главный эффект обратите внимание как происходит ну во первых закат солнца в пензе и нас всегда интересуют с вами те самые облака смотрим след от самолета потом след почему-то пропадает ведь какой-то участок как будто бы он самолет отключил вот эти вот белые полосы и вот уже опять летит в небе прямо над центром пензы вместе с нами но уже абсолютно скажем сзади полос нет есть только рядом с них с ним и скрывается в облаках все увидеть как получается то есть здесь тоже постоянно какая-то такая непонятная облачность облака есть везде вы можете обратить внимание не знаю точно откуда они появились возможно конечно от самолетов но навряд ли все-таки я считаю что это природные облака потому что погода сегодня достаточно нелетная будем еще смотреть изучать еще знаете что мне очень и очень сильно поражает то что как бы в исторической части города пензы вот на таких вот домах которые закопаны первыми этажами там сокольными где-то под землю прямо на крышах установлены те самые вышки ретрансляторы мы их четко можем видеть различные конфигурации модификации буквально по всей всей крыши они как бы в разных направлениях стоят даже на задней части здания вот там в отдалении мы тоже видим эти вышки но в общем понимаете и высота вроде бы небольшая но зачем-то ставят и ставят эти ретрансляторы прямо в центре города посмотрите какую еще очень интересную особенность я заметил в этом городе если мы как бы окажемся в центральной части прямо над суммом центральным универмагом пензы вы видите закат солнца и он почему-то очень розовый или красный я сейчас пока что туда зайти не могу за это здание потому что достаточно далеко но буду продолжать наблюдение в любом случае небо или вечер какой-то фантастический розовый закат хотя понятное дело что солнечные лучи могут где-то там отражаться преломляться но нам нужно увидеть всю картину вот вдалеке мечеть расположен чтобы понимали башни мечети ну в пензе тоже есть несколько мечетей и это достаточно мусульманский город также и река который протекает в городе называется сура или сура сейчас подхожу немножечко поближе к улице московской самой центральной пешеходной так скажем чтобы прогуляться но обратил внимание что у нас то по факту солнце заходит с этой стороны здесь стоят вот эти вышки ретрансляторы на историческом здании а красные облака получается что совсем с противоположной стороны видите если конечно могут нам мешать только вот эти дома но если мы скажем учитываем что солнце уже под землей то каким образом светятся тучи нужно думать размышлять единственный момент который нам может скажем затруднить размышление это это здание если бы они были еще ниже мы бы точно увидели где сейчас и в какой точке расположено солнце в любом случае сегодня мы с вами добрались до города пензы и будем его еще больше внимательно изучать и так не знаю что точно происходит то ли у меня глаза красные становятся то ли вообще вся картинка очень сильно покраснела но видимо вот от этого красного свечения который мы только что зафиксировали по всей поверхности еще раз повторюсь смотрим на небо смотрим на облака которые сейчас прямо над нами поворачиваемся направо там у нас где-то заходит солнце но его абсолютно не видно мешают и деревья мешают и здание и все все небо озарилась вот этой красной переной вы понимаете просто посмотрите внимательно везде 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 что-то происходит важный день сегодня будем контролировать процесс и подождем пока зайдет полностью солнышко очень интересное местечко конечно сделали вот здесь этот скажем пешеходный проход или улицу целую вечерние прогулки здесь парки есть конечно много детских машинок электро всякие самокаты мотоциклы ну скажем достопримечательность которая напоминает может быть немножко и красную плоть что-то еще местная городская в самом конце если мы посмотрим в отдалении прав на камеру плохо видно виден грандиозный храм с куполами с такими золотыми но он достаточно достаточно далеко здесь прямо сзади расположен пензенский драматический театр чтобы видели мощное здание такое с колоннами тоже видимо сделано знаете по тем самым древнеегипетским или каким-то старым архитектурным сооружением потому что колонны все эти пилястры какие-то рисунки на верхней части напоминают о каких-то глобальных секретах попробуй сейчас приблизить рисунки которые изображены сверху театра там что-то интересное и так начинаем сейчас немножко мы с вами все это приближать и рассматривать какие-то люди мужчины в середине вижу что-то похожее на венок потом идет какая-то ткань ну даже немножко напоминает крылья ангела с левой стороны похожая композиция и вот центральная часть женщины мужчины мужчины стоит на коленях дарит цветы своей даме еще какие-то женщины здесь кто-то кого-то отвергает ли держит или толкает женщина падает такой подсвечник тоже из трех свечей наклонился чуть позже опять какие-то можно сказать разборки идут здесь беседы здесь беседы люди сидят но такой интересный орнамент или узор прямо скажем на здание пензенского драматического театра конечно одно из самых главных впечатлений которые здесь расположены вот сразу же на главной улице вот это здание историческое знаете может быть это чей-то древний купеческий дом возможно кто-то знает историю этого здания сверху такие деревянные вставни окошки все очень красиво резное здесь видны пилястр различные кирпичная кладка достаточно мощная внизу уже что-то я смотрю подделывали современные но вы посмотрите что сейчас в этом здании бургер кинг то есть закусочная здесь какая-то пиццерия караоке ну скажем смысл в том что видите какое применение сделали в наше время вот этим красивым историческим домам и каменщик которые сооружали это не просто такие обычные каменщики или строители это величайшие мастера нужно узнать историю этого здания кто знает пожалуйста напишите расскажите более подробно я пока что осматриваю все скажем поверхностно не читая информацию о каждом доме и так закат полностью произошел небо больше не красное но вот в таких вот разводах или облаках более вытянутых еще покажу вам набережную города пензы чтобы видеть как она выглядит тут же рядышком с нами сама река но я ее называю сура так местные жители называют ее сура чтобы понимали очень такой красивый мост пешеходный красного цвета с подсветочкой но действительно здесь позанимались над набережной и вот эта территория очень приятно для таких небольших прогулочек думаю вы тоже это видите все вместе со мной понимаете ну и конечно же вы хотите узнать номер в котором я живу или где обитаю самой пензе все показывает досконально вот таким образом он выглядит несколько кроватей вообще-то но как бы трехместный даже четырехместный потому что кресло предусмотрено для того чтобы полностью его открывать отодвигать еще одно спальное местечко два окна здесь у меня смотреть сейчас покажу что есть включаю свет вот такой санузел туалет раковина зеркало конечно душевая кабинка все показывают как есть вот там я с вами с машу ручка передаю привет вот здесь все выглядит с этой стороны показываю тоже телевизор достаточно простой стулья шкафы какие-то вещи но в общем вот такой вот номер в городе пенза стоит 1500 рублей сутки чтобы понимали на четверых человек понимаете множество кровати но скажем мне не нужны конечно все эти кровати но в любом случае я буду сегодня обитать здесь вместе с вами